Всем доброго дня, это Гелиосар и История просто. Всеобщая новейшая история 9 класс за авторством ОС и АО Сорока Цупа. Введение. Наступил 21 век. Ветер будущего, ветер перемен охватил весь мир. Едва угадываются контуры нового, но ощущение новизны переживаемого времени непреодолимо. Каким далеким кажется 20 век? В прошлом осталась грандиозная и трагическая эпоха индустриального общества с его достижениями и утратами, надеждами и разочарованиями. Новейшая история, период, который включает две исторические эпохи. Этап завершения развития индустриального общества с 1890 по 1960 годы и этап становления постиндустриального информационного общества с 1970 по настоящее время. Период с 1890 по 1960 годы в экономике – это завершающий этап развития индустриального общества, этап массового производства стандартных промышленных товаров. В научно-технической сфере – этап развития достижений второй промышленно-технической революции, открывшей эпоху электричества и нефти, автомобиля и радио. В социальной сфере – период бурного роста занятости в промышленности, подъема борьбы рабочего класса за свои права, социальных реформ и формирований общества массового потребления. В политике – период ожесточенной политической борьбы между силами тоталитаризма и демократии, попыток активного государственного вмешательства в экономику и в дела общества. В сфере идеологии – период идеологической борьбы, главным вектором которой было противостояние по линии капитализм-социализм. В культуре – период модернизма, в рамках которого на первом месте в искусстве оказывается авторское видение мира и попытки его художественного конструирования. В науке – период неклассической картины мира, когда человек оказывается песчинкой в случайном мире атомов, мотыльком в остывающем мире нашей Вселенной. В период с 1970 по настоящее время в экономике – этап становления постиндустриального информационного общества, где главными становятся сфера услуг, производства и обработка информации и знаний. В научно-технической сфере – этап развития достижений третьей промышленно-технической революции, информационной революции, связанной с появлением микропроцессоров, новых способов оцифровывания информации, персональных компьютеров, интернета, а также с достижениями в области биотехнологии и нанотехнологии. В социальной сфере – период роста занятости в сфере услуг и информационных технологий, утраты рабочим классом своего центрального положения в социальной структуре общества, появление множества разнообразных социальных слоев, групп меньшинств, отстаивающих своих права и интересы. В политике – период демократизации общества в условиях глобализации и поиска национальной, культурной и религиозной самоидентификации, утверждения новой роли гражданского общества и уменьшения влияния государства на дела общества. В сфере идеологии – период нарастания культурно-цивилизационных противоречий в результате демократизации и глобализации. В культуре – период постмодернизма, когда читатель и зритель становятся соучастниками творческого процесса. В науке – период формирования постнеклассической картины мира, когда человек вновь стремится обрести утраченное гармоничное единство с миром и космосом. Так, в рамках новейшего времени произошла смена эпох. Только несколько передовых стран на рубеже XIX-XX веков вступили в фазу зрелого индустриального общества. Вслед за ним ряд государств пошли путем ускоренной индустриализации. Для других эти задачи оставались актуальными почти весь XX век. Освоение в условиях традиционного общества опыта индустриального развития, считавшегося многим передовым, получило название «модернизация», что буквально означает «быть современным», «быть на уровне передовых стран и эпохи». С этим связано понятие «догоняющее развитие», трудности модернизации, разрушение традиционного уклада жизни в странах догоняющего развития, рождали участие населения стремление возвратиться к традициям или к поиску спасительных идей. В последние три десятилетия XX века отдельные страны осуществили прорыв. Для них начался этап становления постиндустриального общества и информационной экономики. В других только наметилось движение к формированию нового постиндустриального общества. В тех странах, где индустриализация не была завершена и даже не начиналась, встают сложные проблемы. Для них переплетение задач первой модернизации, построения индустриального общества, с задачами второй модернизации, становления постиндустриального общества, создает как дополнительные возможности, так и дополнительные сложности. На рубеже XX-XXI веков обозначились культурно-цивилизационные противоречия, которые свидетельствуют о том, что модернизация – это не просто копирование опыта развитых стран. Модернизация невозможна без учета традиций и опоры на национальный исторический опыт. Можно заимствовать технологические новинки, но традиции заимствовать нельзя. Традиции многогранны. Одни становятся тормозом, другие высвобождают энергию людей. Авторы считали важным обратить внимание также на способы осуществления исторических задач, в том числе и модернизации. В этой борьбе выступает на передний план дилемма – реформы или революция? В новейшее время в большинстве стран мира идет борьба между разнородными политическими силами, сторонниками реформистского, эволюционного пути развития и приверженцами революционной, насильственной ломки общественных структур. История – это смена эпох. Такое понимание истории разрабатывалось в рамках разных концепций. Первоначально в науке господствовала модель линейного, поступательного развития истории, как продвижение к свободе, торжеству разума и справедливости – это эпоха просвещения. Затем стало складываться понимание истории, как существование замкнутых цивилизаций, каждый из которых переживает свой рассвет, подъем, надлом и упадок. Возник и подход, связывающий историю со сменой эпох, каждый из которых имеет свой внутренний, присущий только ей смысл, язык и система представлений. Почему происходит смена эпох? Сложилось несколько точек зрения и надвижущие силы истории. Одни на первое место ставили изменения в экономике, технике. Другие делали акцент на политических институтах, способах господства и смене политических элит. Третьи подчеркивали важность духовных факторов, представлений человека о мире. В современной науке учитывается все разнообразие концепций. Считается, что каждый из подходов делает акцент на том или ином среде исторической реальности. Не противоречат друг другу и наиболее востребованные концепции. Теория модернизации и цивилизационный подход. Теория модернизации делает акцент на общих тенденциях развития, пытается осмыслить исторический процесс как движение. Цивилизационный подход подчеркивает историческое разнообразие, самобытность и уникальность исторических явлений, особую роль традиций и религий как хранителей основ цивилизации. Возможность тех или иных стран ответить на новые вызовы времени и вызовы стороны других заключается в способности как преодолеть тормозящее воздействие одних традиций, так и использовать традиции, отвечающие духу времени и эпохи, актуальным задачам модернизации.